Неделя спорта Жестокая игра и обвинение судей тренера Мюнхена в поражении своего клуба. Об этом и многом другом Софья Чигунова. Жестокая игра и обвинение судейных фанатов помогла казанцам переломить ход встречи в свою пользу и перенести решающую игру в столицу Баварии и Мюнхена. Но обо всем по порядку. Первую четверть зелено-белые начали в непривычном для себя составе. Вместе с Кино Колумом и Стефаном Ласман на паркет в стартовой пятерке вышли Джамар Смит, Трентон Локет и Андрей Кощеев. Дочное сочетание привело к первому мячу в этой встрече. Его автором стал Стефан Ласман. Заколотил мяч из-под кольца и таким образом Ласман дал старт результативным атакам своей команды. Уникс отлично провел первые две минуты игры и баварцы смогли оторваться от хозяев паркета лишь во второй половине первой четверти. Двухочков Владимира Лучича вывел Баварию вперед и счет стал 14-16. Вспомнив предыдущую встречу, подопечные Димитрис и Прифитис решили не давать своими оппонентами увеличивать разрыв по очкам и старались забивать трешки. Но четыре попытки забросить трехочковые обернулись провалом и красно-белые лишь упрочили свое лидерство. На шесть очков вперед, 16-22 в четверть. В втором временном отрезке Мелвин Эджем сделал лучший данг того игрового дня. Но баварцы продолжили набирать очки, попадая, казалось бы, с любого места. И даже связка Анджушич-Колесников не смогла остановить немецкую машину, которая уже к тому времени ввела 26-38. Разволновавшиеся хозяева стали попадаться на провокации немцев. И Владимир Лучич приносит своей команде еще два очка. Эту четверть смело можно назвать провальной для казанцев. На табло счет 28-40, а мяч все не хочет залетать в корзину. Уникс уходил на большой перерыв со счетом 30-40. Никто не знает, что было во время большого перерыва в раздевалке Уникса. Первые минуты в третьей четверти и Колума заколачивает трешку. Следом Эджем делает счет 36-40. Вот только баварцы не хотели упускать лидерство и вновь увеличили разницу в счете на 10 очков. Но и казанцы не луком сшиты. Надежная игра в защите, плюс ошибки баварцев на падении и их умелое использование хозяевами сократили разницу в счете до двух очков. МВП этого матча в составе Уникса Мелвин Эджем крадет мяч у мюнхенцев и сравнивает счет 48-48. Пожалуй, именно этот мяч можно назвать переломным. В конце этой четверти Уникс вел два очка 54-52. Последний четверть и последний шанс Уникса для выхода в следующий этап Бэл. Классами из-под кольца доводит преимущество Уникса до 5 очков 61-56. Колесников забивает из-за дуги 64-58. Но сразу у трех бискетболистов Уникса в активе по 4 фолла. Зато Смит наконец-то попал издали и сделал счет 71-63. За три минуты до конца. Немцы уже спешат, бьют издали, пока все мимо. А Локет и Ласман отодвигают Баварию на приличную дистанцию 10 очков. 75-65. Играть и осталось 77 секунд. А за 68 секунд счет стал 75-69. Баварцев совсем не осталось сил. И как итог еще 4 очка. Казанцы, гонимые болельщиками, только вперед добили немцев со счетом 80-73. Следующая игра серии состоится 14 марта на знаменитом Мюнхенском паркете, где сборная СССР завоевала золото Олимпиады в этом году окружительном виде спорта. Я считаю, что мы начали не очень хорошо. Соперник навязал нам свою борьбу в первой половине. Но во второй половине мы стали играть жестче. Вышли с другим настроем. Были быстрее и энергичнее. И выиграли эту важную игру для нашей команды, для наших фанатов. Софья Чугунова, Владислав Сергеев. Неделя спорта. К другим новостям. В очередном туре студенческой баскетбольной лиги Республики Татарстан встретились мужские и женские сборные Казанского федерального университета и Казанского государственного энергетического университета. Как спортсмены отстояли честь Казанского федерального и кто из игроков стал самым результативным за всю игру, в репортаже Алина Бакировой. Женская сборная Казанского федерального вновь вышла на паркет Уникса. На этот раз дружине Луизы Бухтояровой пришлось противостоять сборной Казанского государственного энергетического университета. Игроки обеих команд проверяли друг друга на прочность, так как всю игру они реализовывали контратаки, заслоны и множественные блокировки. В начале первой четверти инициативой завладели энергетики и первых два очка своей команде принесла представительница желто-красных Наталья Герасимова. Но федералы тут же вышли в контратаку и реализовали ее трехочковым броском в кольцо соперников. В конце первой четверти черно-белые опередили энергетиков на пять очков. Счет 18-13. Во второй четверти игроки энергетического университета осознали свои ошибки и собрались с новыми силами. Федералам стало сложнее сдерживать линию атаки энергетиков, что сказалось на счете. 32-41 в пользу желто-красных. В третьей четверти игра стала более жесткой. На счету представителей энергетического университета четыре фола, в то время как у федералов всего два. Разобрав ошибки, выработав верную стратегию игры, сборная Казанского федерального сумела поправить свое положение. Они опередили соперника на два очка, что добавило нервозности в игру. Представительницы энергетиков занервничали, стали чаще допускать ошибки, но все также остались впереди. В конце третьего отрезка времени табло показывало 42-49 в пользу энергетического университета. В четвертой четверти чувствовалась усталость федералов, так как соперники с легкостью проходили защиту. Но представительницы Казанского федерального не давали слабину и провели всю четверть с энергетиками на равных. Следует отметить, что команда федералов не брала таймаутов за все время игры. В конечном итоге энергетики опередили черно-белых на шесть очков. Конечный итог четвертой четверти – 54-60. Казанский государственный энергетический университет одержал победу. Просто замены у нас не было. Таких основных игроков очень мало у нас, стареньких. И тяжело играть в шестером всю игру. Хороший матч мы могли бы выиграть, но чуть-чуть сил не хватило. И немножечко не забивали. Следом за девушками за победу боролись представители сборных мужских команд по баскетболу тех же университетов. Каждая из команд старалась привить целеустремленность и силу духа. Баскетболисты начали феерить уже с первых минут игры. В первой половине десяти минутки команды шли наравне. Но в последние минуты первого отрезка времени федералам удалось взять первый четверт. Большинство результативных очков принесли своей командой представитель белосиних Михаил Репин. Счет первой четверти 18-14 в пользу федералов. Индивидуальные подходы, трехочковые попадания, все это было во второй четверти. Пошла обоюдная борьба. Одна результативная атака сменяла другую. Представитель желто-красных Руслан Шищук колотил баскетбольный снаряд как гвоздь в стену. Для тренеров такие матчи, как Адушина. Во время таймаутов своих подопечных они настраивали не на результат, а на красивую игру. Итог второй четверти 13-13. В третьей четверти федералы наращивали преимущество и снова обошли соперников на три очка. Итог счета 45-38. Лидируют федералы. В четвертой четверти игра накалялась каждой минутой. Игроки испытывали напрочность кольца. Ключевым моментом в четвертой четверти стали трехочковые броски игрока команды черно-белых Михаила Репина. Они и принесли победу команде. Итоговый счет матча 62-51. Казанский федеральный одержал победу. В целом неплохо. Долго очень раскачивались, просыпались, скажем так. Первой половиной на равных сыграли. Но второй уже взяли свое, то есть показали характер, на зубах вытащили игру. Очень понравилась. Команда молодцы. Всех с победой. Алина Бакирова, Камиля Ибрагимова. Неделя спорта. На прошлой неделе мы запустили голосование на лучшего спортсмена февраля в премии «Олимп». В течение недели вы, зрители, выбирали лучшего из лучших. По итогам голосования победительницей стала Кристина Агиенко. Всего проголосовало 1953 человека. 57% из них отдано Кристине. И сегодня Кристина Агиенко присутствует в нашей студии. Кристина, здравствуй. Здравствуйте. Расскажи, как ты узнала о том, что была номинирована? На одной из тренировок тренер предложила выбрать из нашей команды лучшего спортсмена с дальнейшим продолжением участия в этой номинации. Голосованием выбрали меня. Так вот я стала участвовать. А ждал ли ты, что вообще победишь? Ну, этого очень хотелось. Сначала, конечно, было непонятно, когда голосование только началось. Когда я об этом узнала, увидела этот пост, как бы стали голосовать. Я сначала была далеко не на лидирующих позициях, но потом присоединилась моя команда, мои девочки. И голоса пошли вверх. Ну, я рассчитывала на победу. А вот какие были мысли у тебя, когда ты одержала победу? Ну, это, безусловно, приятно. Потому что еще был серьезный соперник, который была доля сомнений, что все-таки он одержит победу, что будет голосов больше, потому что в конце первого этапа он очень активно стал набирать голоса в конце, под конец голосования. Поэтому как бы опасалась, но в итоге была очень рада. А вот скажи, какую роль сыграла поддержка твоей команды? Самую главную, наверное. Как они поддерживали тебя? Ну, во-первых, это голоса, это какая-то такая агитация, все-таки привлечение народа, привлечение своих знакомых, тех, кто учится в КФУ. Без них, ну, да, это моя поддержка, да, моя. И вот почему бы ты посоветовала заниматься фитнес-аэробикой? Ну, потому что это, не знаю, для всех, кто любит танцевать, это танец, это красота. Да, мы в красивых костюмах, мы с красивыми прическами, то есть макияж, музыка, но с элементами спорта. То есть это не просто вышел-станцевал, это все-таки какие-то сложные элементы. Все это делается в команде, что тоже придает сложность, потому что выполнить это синхронно тоже непросто. И вот в каком возрасте лучше? Ну, вообще, именно в Татарстане у нас, конечно, это пока очень молодая федерация. Ей чуть больше пяти лет, поэтому у нас пока команда только начинает-начинает развиваться. А вообще есть федерации, в которых прямо детки начинают тренироваться с маленького возраста, и они такие маленькие, такие хорошенькие, уже там что-то пытаются делать, такие милашечки. Вообще, конечно, как и любой спорт, лучше начинать с детства, чтобы добиваться больших результатов. Это всегда лучше с детства. И вот как член сборной КФУ по фитнес-аэробике, расскажи, каким соревнованиям вы готовитесь сейчас? Сейчас последнее соревнование, к которому мы готовимся, это чемпионат России, который будет проходить 29-30 марта в Москве, где мы будем соревноваться с очень сильными соперниками. И данные соревнования будут как раз-таки этапом отборочным к более высоким соревнованиям. Опять-таки, это чемпионат Европы, чемпионат мира. И сейчас вот мы очень плодотворно к этому готовимся. Все, мы желаем вам только побед. Привет. Тебя мы хотели бы поздравить еще раз с победой. Спасибо. Напоминаю, что сегодня у нас в студии была победительница номинации «Алим» Кристина Агиенко. Спасибо тебе еще раз за то, что пришла к нам. Спасибо вам. Ну и на этом все. Вы смотрели программу «Неделя спорта». С вами была Марина Вахрушева. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова